В 163-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим о том, как работать с перфекционизмом максимально бережно и эффективно. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас во второй части серии подкастов по перфекционизму. Я напоминаю, что в первом эпизоде мы обсудили типы перфекционизма, которые выделяются сегодня. И даже скорее мы можем посмотреть на это как на типы убеждений, типы мыслей, которые мы можем замечать у себя, и которые могут просто-напросто не помогать нам сегодня, а напротив даже оттягивать нас назад. Мы также обсудили, что на перфекционизм можно посмотреть через линзу его адаптивной и менее адаптивной части. И я хочу, чтобы мы с вами увидели, как перфекционистские тенденции, перфекционизм в целом мы можем разделить на две большие части, а именно что-то такое, что предполагает эволюцию, самосовершенствование, движение к совершенству, зная, что мы не всегда будем достигать желаемого результата, зная, что мы иногда будем допускать ошибки и несовершенства, то, что мы с вами можем называть адаптивным перфекционизмом, стремлением к росту. И мы также можем увидеть вторую часть перфекционизма, а именно ту работу, которую мы делаем из скрытого желания контроля. Когда мы говорим себе, что мы обязаны иметь желанный результат, и мы не готовы допустить никаких несовершенств, мы не готовы допускать или принимать какую-либо ошибку, потому что на другой стороне мы не примем себя, все это подпадает под менее адаптивную часть перфекционизма, именно ту часть перфекционизма, которая часто, напротив, оттягивает нас назад. Я хочу здесь начать с шага, который, как мне кажется, многие пропускают. В какой-то степени это было недочетом первого эпизода. Для того, чтобы понять, хотите ли вы дальше проводить работу с тем перфекционизмом, с теми перфекционистскими мыслями, которые вы для себя обнаружили, мы хотим реально увидеть, как текущие убеждения влияют на нашу жизнь, служат ли нам или нет. Мы хотим реально увидеть стоимость, которую мы в итоге платим за наши неадаптивные перфекционизмы. Если мы с вами проведем эту мысль через селф-коучинговую модель, и это тот инструмент, основной инструмент, которому я учу вас здесь на подкасте, и особенно в моем коучинговом комьюнити, но когда мы с вами смотрим на тот эффект, который для нас имеют перфекционистские мысли, мы очень часто сталкиваемся с прокрастинацией. Мы видим, как эти мысли не дают нам наполненности, не дают нам возможности честно, доверительно, наполненно проживать свою жизнь. И только когда вы увидели эффект ваших перфекционистских мыслей, часто неадаптивных перфекционистских мыслей на вашу жизнь, только когда мы увидели этот эффект, мы действительно можем начинать помогать бережно, эффективно себе с этими мыслями. И в таком случае мы с вами опять возвращаемся к разделению. Мы с вами хотим видеть, что есть адаптивный перфекционизм, который выражается в стремлении к совершенству, к стремлении к росту, эволюции, и то, что мы с вами называем менее адаптивным перфекционизмом, когда мы с вами находимся в постоянном страхе допустить ошибку, когда мы постоянно переживаем, что у нас думают другие, и самое главное, мы постоянно находимся в скрытом желании контроля, часто неподконтрольного. Почему же мы так часто выбираем неадаптивный перфекционизм? Казалось бы, так просто. Выбираем стремление к росту, к эволюции. Почему мы не делаем этого? Я вам хочу предложить, что мы часто выбираем неадаптивный перфессионизм, потому что в моменте он даёт нам иллюзию контроля. Он даёт нам иллюзию, что мы можем изначально предотвратить всё плохое в жизни, что мы можем сохранить своё первенство, что мы можем предотвратить все ошибки, можем предотвратить негативные комментарии других людей. Мы создаём для себя иллюзию контроля того, что очень часто нам просто-напросто не подконтрольно. В случае же адаптивного перфекционизма, адаптивного стремления, мы открываем себя тому, что у нас что-то не получится. Мы открываем себя тому, что у нас может не быть результатов, что у нас может не быть совершенства. Мы открываемся тому, что будут негативные комментарии извне. В модели неадаптивного перфекционизма мы пытаемся всячески контролировать изначальные результаты. Мы пытаемся контролировать то, по поводу чего у нас меньше всего контроля. Против того, чтобы как модели адаптивного перфекционизма сфокусироваться на другой форме контроля. Даже скорее не контроля, а доверия с собой, знания, что вне зависимости от того, что произойдёт в моей жизни, я смогу помочь себе, я смогу поддержать себя. То пространство, то место, где у нас реально есть, если, позвольте, назовём это контролем. Давайте рассмотрим более пристально, чего многие из нас, кто пытается контролировать неконтролируемое, кто находит себя в неадаптивном перфекционизме, чего мы реально так боимся. Что мы хотим предотвратить через изначальный контроль. Первое. Мы боимся негативной обратной связи извне. Особенно, если вы помните те типы перфекционизма, которые мы обсуждали в прошлом эпизоде. Мы говорили о том, что есть такой тип перфекционизма, который называется other-oriented. То есть, когда мы реально ориентированы на других людей, когда мы боимся разочаровать других людей, когда нам кажется, что у всего мира или у наших близких людей есть высокие ожидания от нас, и мы всячески пытаемся им соответствовать. И когда мы находимся в этом постоянном желании соответствия, постоянном желании контролировать мнение о нас, мы боимся негативного фидбэка извне. Поэтому для многих из нас перфекционизм выражается в страхе открыть себя неидеальностям, открыть себя тому, что нас осудят. Для меня лично открыть себя тому, что люди не всегда будут отбирать то, что я делаю, то, что я не буду всегда делать совершенную работу, для меня это выражалось в бессонных ночах и трате времени не на то, что для меня действительно важно. И я часто наблюдаю то же самое у моих дорогих клиентов и знакомых. Они не завершают проекты, откладывают статьи, откладывают начало своего собственного дела, потому что они так боятся осуждения. Они не готовы работать с тем, что в их работе, особенно в начале, будут неидеальности, и кто-то покажет им на это. Мы так стараемся предотвратить осуждение извне, что прокрастинируем и не выполняем работу. Я часто слышу от участников, что они хорошо работают в условиях дедлайнов, дедлайнов извне. Но подумайте, когда у нас есть дедлайн, по сути, мы выбираем между дискомфортом не сделать идеально и получить негативную критику, и не сделать вообще, то есть получить еще больше негативной критики. И когда уже выбор встает между этими вариантами, мы понимаем, что, наверное, лучше все-таки сделать и не пропустить дедлайн, потому что пропустить дедлайн будет еще хуже. Но в итоге, заметьте, что такое положение оставляет нас в зависимости. Мы не можем по-настоящему быть ответственны с собой, иметь доверительные отношения с собой, иметь любящую бережную самодисциплину, потому что теперь нам начинает казаться, что нам необходим дедлайн, нам необходим другой человек, чтобы выполнить работу. Хотя на самом деле никакой дедлайн не мог сам по себе заставить вас выполнить работу. Вы все равно это сделали через ваше мышление, через ваш выбор. Вы просто выбрали между дискомфортом сделать работу, ну, может быть, не идеально, и не сделать работу вообще и получить негативный фидбэк, потому что вы не сделали работу и пропустили ваш дедлайн. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это все равно был ваш выбор. Это было ваше мышление, которое создало выполненную работу. Но часто мы даже не распознаем этого, мы не владеем этим результатом. Второй момент, которого мы боимся и которого мы не хотим, когда мы находим себя в неадаптивном перфекционизме, мы не хотим негативной обратной связи изнутри. Причем этот негативный разговор с собой изнутри может быть после негатива, который мы получили извне, а может быть просто сам по себе. Особенно помните, если вы относите себя к первому типу перфекционизма, когда мы имеем чрезмерно высокие стандарты для себя и не прощаем себе ошибок. Мы начинаем дискретировать весь процесс, мы себя критикуем и делаем дальше только все хуже и хуже для себя. Когда я коучила себя на эту тему, у меня было огромное сознание. Периодически мне кажется, что я делаю что-то неидеально. И, друзья, по факту я делаю многое неидеально. И часто это вело к тому, что я начинала анализировать, реанализировать и скатывалась формат «все или ничего». Давайте возьмем простой пример. Если я неуспешно записала определенный эпизод, теперь мне кажется, что дело не только в этом эпизоде, во всем подкасте, во всей той работе, которую я делаю. То есть заметьте, как конкретная ситуация, конкретная неидеальность дальше выливалась во всю работу, которую мы делаем. Поэтому в формате моего софт-коучинга я поняла, что мне достаточно взять только конкретную ситуацию, проработать ее, понять, что она не имеет отношения к чему-либо другому, она имеет отношение только к этой конкретной ситуации. И в этой конкретной ситуации, где я не сделала работу на том уровне, на котором я хотела бы, несмотря на все мое желание, из этой ситуации я могу вынести урок, я могу чему-то научиться, но я не обязана распространять это на всю работу, которую я делаю. И когда я пришла к этому новому способу разговаривать с собой, после даже неидеальностей, которые я допускаю, для меня реально стало очевидным то, что даже в неадаптивном перфекционизме то, чего мы реально боимся, это не ошибки. То, что мы реально хотим предотвратить, это не неидеальности. Потому что, задумайтесь, на самом деле ошибки и неидеальности, несовершенства, это все нейтрально. Это не оказывает непосредственного влияния на нас. То, чего мы реально не хотим и хотим предотвратить, это наши эмоции и наш разговор с собой, когда мы допускаем ошибки, когда мы проживаем несовершенство, когда мы не создаем тот результат, который мы больше всего хотели. Более того, когда мы смотрим на те стратегии, которые используют адаптивные перфекционисты, это что-то такое, что наблюдается в исследовании. Эти стратегии включают то, что допустив ошибку, потому что, еще раз, адаптивные перфекционисты, как бы мы их ни назвали, они тоже допускают ошибки, они тоже не всегда соблюдают свои стандарты. Но что они делают, изначально прочувствовав эмоцию разочарования, очень логичную, естественную эмоцию, которую мы многие испытываем, когда допускаем ошибки, дальше они разговаривают с собой так, что это позволяет им собрать себя, вынести урок и двигаться к следующей задаче, двигаться к решениям. Напротив же, неадаптивные перфекционисты находятся очень долго в самокритикующем состоянии, они очень долго осуждают себя за недостаточное выполнение, за то, что другие люди не делают жизнь правильно. И они очень долго пребывают в этом состоянии, что буквально заставляет их буксовать еще очень долго, даже после допущения неидеальности. В то время как адаптивные перфекционисты распознают эмоцию, дозволяют ее и дальше идут решать задачу, которая стоит перед ними, те люди, которые находятся все больше и больше в неадаптивном перфекционизме, используют такие стратегии, как избегание эмоций, сопротивление эмоциям, попытка отвлечь себя, откладывание и в принципе нерешение той задачи, которая на самом деле перед нами стоит. Поэтому, друзья, это приводит меня к двум основным стратегиям, которые помогут вам бережно и эффективно помогать себе в случае перфекционизма. Если вы помните, в первой части серии мы говорили с вами про то, что те люди, которые находят себя в перфекционистских убеждениях, которые им не служат, очень часто чувствуют неуверенность, недоверие с собой и скрытое желание контролировать неконтролируемое. Если же мы с вами посмотрим на то, какая эмоция будет нам помогать открывать себя неидеальностям, открывать себя тому, что не всегда мы сможем контролировать результаты, то эта эмоция будет доверие с собой. И как раз-таки два навыка, о которых мы с вами сейчас будем говорить, и есть те навыки, которые позволят вам больше и больше находить себя в состоянии доверия с собой. И из этого состояния помогать себе через эти навыки тоже. Итак, первый навык, друзья, особенно когда вы получаете негативную обратную связь извне или у вас что-то не получается изнутри, мы хотим уметь работать со своими эмоциями. Мы хотим понимать то, что у нас происходит на эмоциональном уровне, не избегать это, не заедать это, не осуждать, не сопротивляться, не реагировать на наши эмоции, выбрасывая всю работу и всех людей вокруг. Вместо этого мы хотим распознать то, что у нас происходит на эмоциональном уровне, дозволить эту эмоцию изнутри, вынести урок, если он там есть, и дальше использовать это состояние, эту эмоциональную энергию для того, чтобы помогать себе двигаться вперёд. И следующий навык, которым вы помогаете себе двигаться вперёд параллельно с тем, чтобы работать своими эмоциями, это, конечно же, всё, что касается коучинга себя на уровне мышления, всё, что касается коучинга себя через то, как вы разговариваете с собой. Особенно это важно, когда вы замечаете очень много негатива в отношении себя, очень много самокритик, когда вы допускаете ошибки. Если же вы знаете, как вывести себя из угнетения, если мы знаем, что на той стороне любого результата, любой ошибки мы сможем поддержать себя, в том числе через то, как мы будем разговаривать с собой, то теперь нам не нужно так отчаянно контролировать неконтролируемо. Потому что правда в том, что мы никогда не могли контролировать всё то, что происходит вовне. Но мы точно можем контролировать, как мы потом помогаем себе, как мы потом выводим себя за руку вне зависимости от результата. И это, по моему мнению, и есть итоговая альтернатива, доверие с собой, стремление создавать самый крутой результат вместе с доверием и знанием, что несмотря ни на что я поддержу себя на другой стороне, я буду вести себя за руку, как прекрасный учитель ведёт за руку своего ученика. Точно так же я буду вести себя по жизни, в том числе, и я надеюсь для вас, через навык селф-коучинга, через навык того, как вы можете помогать себе в процессе, вне зависимости от того, какие промежуточные результаты вы получаете в процессе движения, в процессе роста, в процессе вашего стремления к совершенству, каким бы вы его не видели. Поэтому ваша работа с мышлением, ваша работа с эмоциями является основой и путём, чтобы из неадаптивного профессионизма помочь себе больше и больше и двигаться в сторону адаптивного, здорового, служащего стремления. А если это что-то такое, в чём вы хотели бы получить мою поддержку, поддержку единомышленников, то я приглашаю вас узнать больше о моём селф-коучинговом комьюнити, и все ссылки вы, конечно же, найдёте в описании. И я очень надеюсь, что мне удастся разделить с вами искусство селф-коучинга. А пока, друзья, обращайте внимание на то, как вы можете обращаться с эмоциями, которые являются частью неизбежных ошибок, неизбежного несовершенства того, что означает быть человеком. И обращайте внимание, как вы используете разговор с собой, как вы используете работу с мышлением для роста, для развития, для стремления к чему-то такому, что важно для вас. И большое спасибо, что вы были сегодня с подкастом. Желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня. И, надеюсь, до самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok